Вечер в эфире Вести Крачева-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. Стали известны итоги большого этнографического диктанта. Жители Крачева-Черкесии показали второй результат по стране. И пусть помнят поколение, имя Героя Советского Союза Халмурзой Кумукова увековечили в иконхалке. Торжественный митинг по заложению цветов в памятнику вождю пролетариата. 101 год исполнился со дня Великой Октябрьской социалистической революции. Новая канатная дорога в поселке Романтика. Она соединит южный и североориентированный склоны курорта и привлечет еще больше туристов. Жители Крачева-Черкесии продемонстрировали второй результат по стране по итогам большого этнографического диктанта, который писали 2 ноября. Сегодня эти данные приводят организаторы акции, которая в этом году приобрела международный статус. К слову, количество участников от Крачевой-Черкесии в этом году увеличилось вдвое с 400 до 800. Причем возраст их самый разный от 13 до 78 лет. По итогам акции средний балл по республике составил 74 из 100 максимально. Возможных, напомню, наряду с жителями большой этнографический диктант, писали глава Крачевой-Черкесии, члены парламента и правительства республики. Личные результаты участников будут известны 12 декабря, в День Конституции России. В честь героя Советского Союза Халмурзой Кумукова названа школа. Установлено несколько памятников сегодняшнего дня и мемориальная доска будет напоминать об отважном подвиге славного сына ногайского народа. С торжественного мероприятия из Аулы Иконхалк. Репортаж Элодинаевой. В этот солнечный день школьный двор Аулы Иконхалк полон гостей. Они пришли на торжественный митинг, посвященный открытию мемориальной доски героя Советского Союза Халмурзи Сахатгиреевича Кумукову в его родной школе, где он учился. Собравшихся поприветствовал глава ногайского района Инвер Кирейтов. На сегодняшний день то, что мы имеем медное небо над головой, мы имеем благодаря нашим ветеранам, именно героям. Я хочу всем участникам митинга пожелать мирного неба над головой, чтобы то, что наши ветераны прошли, чтобы это никогда в жизни не повторялось. Почетный гость мероприятия ветеран войны Якуб Карасов. Подрастающему поколению дай Бог, чтобы они были здоровы и чтобы они были везде отличительны в своем труде и в учебе, и в бою, и везде. Дай Бог вам здоровья и счастья всем маленьким и большим. Имам Аула Мухарби Хаджи Абиев совершил обряд дуапа о погибшем в годы Великой Отечественной войны. В 1942 году Кумуков был призван на фронт, а в августе 1943-го был стрелком 993-го стрелкового полка 263-й стрелковой дивизии 6-й армии Юго-Западного фронта. Отличился во время освобождения Харьковской области Украинской ССР, а 25 августа 1943-го года во время боя в районе села Сухая Каменка совершил героический подвиг. Чтобы освободить Украину от фашистских захватчиков, наша страна понесла большие потери – несколько тысяч сотен солдат. И среди них одной из ярких личностей был Халмур Закумуков. Ему не был дан приказ закрыть ДОТ. Для детей объясняю, ДОТ – это долговременная огневая точка, очень укрепленная, которую не всегда можно даже артиллерией разрушить. Он просто увидел, что если он не пожертвует собственной жизнью, ради его солдат, его роты, его батальона, очень десятки и десятки могут погибнуть. И вот он выбрал. Выбрал умереть, но спасти жизни своих товарищей. Халмур Закумуков, говорят, повторил подвиг Александра Матросова. Да, вот там полковник его пишет, что якобы он бросил гранату и якобы ДОТ замолчал. Но в то же время, где-то через минут пять, когда рота поднялась, брать эту высоту, опять застрочил пулемет. И вот тогда Халмур Закумуков закрыл собой образору. Вот так он погиб. Старейшина рода Кумуковых Абдулла Ахмеджанович сказал, что защищать свой дом и свою родину – святой долг. А пасть смертью храбрых на поле боя – это удел очень отважных. Право открыть мемориальную доску предоставили главе Ногайского района Энверу Кирейтову, старейшине рода Кумуковых и ветерану Великой Отечественной Якубу Карасову. Война раскрыла стойкости мужества Халмурзы Кумукова, а героический подвиг обессмертил его имя. Именем Халмурзы Кумукова названы «Школа, совхоз, улица». Поэты воспевают имя героя в своих произведениях, а люди – в воспоминаниях. Алла Динаева, Али Бастанов, Вести, Карачева, Черкесия, Ногайский район. Обманутые дольщики, инвесторы требуют восстановления справедливости. Речь идет о замороженном многоквартированном жилом доме по проспекту Кирова, который на долевой основе строило общество с ограниченной ответственностью «Аркада». Следственной частью Следственного управления МВД Карачева-Черкесии возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» в отношении строительной фирмы. В настоящее время по уголовному делу проводится ряд следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, в том числе судебные экспертизы. В ходе предварительного следствия потерпевшими признаны 24 граждан. Сумма причиненного ущерба составляет не менее 56 миллионов. На ходе предварительного следствия было установлено, что руководство общества ограничено на ответственностью «Аркада» в период времени с 3 июля 2008 года по 29 октября 2014 года заключало договоры инвестирования, договоры долевого участия при строительстве данного жилого дома. На данной стадии установлено, что из 9-этажного жилого дома было возведено 7 этажей монолитного здания. Договора заключались в длительный период времени с 2008 года по 2014 год. В связи с тем, в связи с чем в каждом договоре прописаны сроки окончания домостроительства. Это с 2010 года по 2014 год. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В любой борьбе натиск сменяется затишьем. Может наступить день, когда снижение качества станет нормой. День, когда все автодиваны заполонят планету. Но день, когда мы в этой борьбе оставим наших покупателей, не наступит никогда. Ангажемент. Брендовые диваны-трансформеры уже в продаже. Мебельный салон Ангажемент. Город Черкесск. Улица Октябрьская, 392. По сообщению синоптиков. В Карачаево-Черкесии без осадков. Утром местами туман. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью плюс 4, минус 1, а днем плюс 10, плюс 15. А в горах ночью до 6 градусов мороза, а днем до 10 тепла. В Черкесске без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью плюс 1, минус 1, а днем 12-14 градусов тепла. В любой борьбе натиск сменяется затишьем. Может наступить день, когда снижение качества станет нормой. День, когда все автодиваны заполонят планету. Но день, когда мы в этой борьбе оставим наших покупателей, не наступит никогда. Ангажемент. Брендовые диваны-трансформеры уже в продаже. Мебельный салон Ангажемент. Город Черкесск. Улица Октябрьская, 392. Продолжаем выпуск. 101 год исполнился сегодня Великая Октябрьская социалистическая революция. На главной площади Черкесского у памятника вождю пролетариата Владимиру Ленину состоялся торжественный митинг, посвященный памятной дате. Мадина Каракетова продолжит. Хотя этот день уже не является официальным праздником, но его ежегодно широко отмечают члены Коммунистической партии России и все, кто ностальгирует по Советскому Союзу. Организаторы митинга отметили, что с утра в городах и районах республики состоялись автопробеги, посвященные памятной дате. И в эти минуты проходят такие же собрания. Каждый человек, кто понял, кто вырос в Советском Союзе, кому Советский Союз дал образование, воспитание, они все этот праздник помнят и приходят. Ходят молодые люди, которые интересуются историей, героической историей, богатейшей историей, которая была у нас в прошлом. Это нельзя зачеркивать, потому что без нашего прошлого мы никогда не построим будущее. Надо брать все самое лучшее, что было у нас в Советском Союзе и смотреть, будучи меня с этим багажом. Не ориентироваться на Запад, а именно на свою историю. Возвращаясь в тот период, выступающие отметили, что революция стала переломным моментом, повлиявшим на дальнейший ход всемирной истории. В Петрограде произошло вооруженное восстание, организованное Владимиром Лениным, Львом Троцким, Яковом Свертловым, поддержанное большей частью народа. Оно закончилось взятием Зимнего дворца, арестом членов Временного правительства и произглашением власти Советов, которое просуществовало в нашей стране 70 с лишним лет. Участники митинга говорили и о роли, которую сыграла революция в судьбе горских народов. Мало кто обращает внимание, что именно с Великой Октябрьской революцией наши народы получили свою территориальную ценность, культуру, развитие культуры, газеты, образование театров и так далее, развитие языка, телевидения в конце концов. Мы не говорим о том, что наша Горочевая Черкесия именно после революции стала промышленным краем, отсталой окраины промышленным краем. Насколько было построено заводов, фабрик, развивались колхозы, совхозы, сельхозугодия. Об этом мало сейчас говорят почему-то. С докладом выступили делегаты из районов Карачаева-Черкесии. После была принята резолюция митинга. Завершилось мероприятие возложением венков и цветов к памятнику Владимиру Ильичу Ленину, могиле погибших в 20-е годы прошлого века революционеров в Центральном сквере Черкеска и к Вечному огню в Парке Победы. Мадина Каракетова, Лебек Ешеров, Вести Карачаева, Черкесия. Гости всесезонного туристического поселка Романтик вот уже более года наблюдают за стройкой новой канатной дороги. Масштабное освоение североориентированного склона компания курорта Северного Кавказа, отвечающая за развитие Архыза, начала весной 2017 года. На самую высокую точку, куда уже скоро туристы, лыжники и спортсмены будут подниматься на гондолах, наша съемочная группа поднялась на автомобили, где по пути проследила за строительными работами. С высоты 2640 метров. Репортаж Александра Коваленко. Масштабное освоение североориентированного склона туристического поселка Романтик началось весной 2017 года. В строительно-монтажных работах задействовано около 500 человек технического персонала и более 300 единиц техники. Подрядной организацией выступает акционерное общество «Росинженеринг», выполняя все необходимые работы согласно контракта. Для обслуживания канатных объектов и самой канатной дороги через реку Архыс возведен автомобильный мост. Осталось лишь уложить дорожное покрытие. Под все нагрузки рассчитаны, под сельсинку, под работу реки Архыс. На стадии завершения и берега укрепительной работы. Строящаяся новая канатная дорога гондольного типа протяженностью 4 километра соединит южный и североориентированные склоны курорта. Новый объект еще больше привлечет туристов. Самый высокий подъемник «Северное сияние» всесезонного курорта с 10 местными кабинами способен пропускать 2500 человек в час. И состоит он из трех подвесных магистралей. Устремляясь вверх на автомобили Нива, наша съемочная группа пристально наблюдает за работами. И первая наша остановка – устроящегося водоема. Здесь на склоне их два. Они необходимы для работы искусственного снегообразования. Когда этот объект будет сдан в эксплуатацию, резервуар наполнят водой, который будет подпитываться из горного ручья, а в случае аварийной ситуации – из реки Архиз. Вода отсюда будет подаваться на насосно-компрессорную станцию, а далее – в систему искусственного снегообразования, затем в пушки и ружья, которые будут производить искусственный снег. Вместимость этого резервуара составляет 53 тысячи кубов воды, а ее расход из этого искусственного водоема составит 44 тысячи кубов в час. На дне уже смонтирована дренажная система, которая с легкостью справится с паводками в весеннее время года. Сейчас здесь идет установка противофильтрационного экрана. Система устроена таким образом, что сначала устраивается защитный слой из щебня или обогащенной песчаногравильной смеси, затем укладывается мембрана, паяются, проверяются швы на герметичность, затем геотекстиль, затем георешетка, георешетка заполняется щебнем. Поднимаясь все выше в гору, мы наблюдаем из окна автомобиля, как к зимнему сезону готовятся горнолыжные трассы. Их ширина полсотни метров, и уже совсем скоро их будут осваивать лыжники и сноубордисты. Они соответствуют всем требованиям для проведения соревнований международного уровня. На этом строительном участке, который в дальнейшем будет соединять вторую и третью канатную очередь, кипит работа. Здесь идет прокладка трубопровода системы искусственного снегообразования. Здесь постспасателей, здесь система электрообеспечения, вот этого узла. Там, где уже скоро будут рассекать любители активного отдыха на лыжах и сноубордах, пока еще активно работает спецавтотехника. По налаженному маршруту наша съемочная группа почти достигла цели. С самой высокой точки мы добрались до подножия хребта Аркасара. Уже совсем скоро вот эти подъемники начнут свою работу. Они будут доставлять туристов на высоту 2640 метров, где начинаются трассы. Категории сложности красная, зеленая, синяя трасса для начинающих будет располагаться здесь, на живописном плато с радиусом 360 градусов. Под особым контролем здесь находится система безопасности канатной дороги, объекты технического обслуживания трасс. Проект прошел государственную экспертизу с этой системой безопасности. Также здесь возведен гараж для аэротраков и гондол. Благодаря реализации этого проекта к 2020 году емкость горнолыжных трасс курорта составит порядка 8 тысяч человек. Протяженность трасс увеличится почти вдвое. Это позволит позиционировать ВТРК «Архыс» уже как курорт федерального масштаба. Этот склон в развитии запланирован на следующий год. Там будет начало строительства канатной дороги для начинающих осваивать канолыжный спорт, катание на лыжах, катание на сноубордах. Протяженностью полтора километра оборудование завезено, подрядчик определен. Так что будем ждать следующего года и будем развивать и следующий склон. Александра Коваленко, Светлана Акбаева, Мухаммед Ашибоков. Вести Карачаева-Черкесия. Поселок Романтик. Это все вести. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Годунов». Редактор субтитров А.Семкин